ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каен, это же как бы машина. А есть еще город Каян. Но на английском пишется, он очень сложный. Города я не знаю, но вот машина знаю. Я бы на Каяне поеду. ДАРК ПЕССЕЖ заблокировали Мисс Вартун, Джейс и Олаф. Сайкон Джекерс ответили Джином, Синдрой и... Еще каким-то чемпионом. Есть еще песни про Каен. Твои познания невероятно велики, и их заблокировать очень сложно. Я тебе потом расскажу про них. Ну ладно, у нас игра. Хорошо. Ферст пик Нидели после блокировки Зака против Коу. Действительно, Коу Зака давать нельзя. Как мы это уже выяснили, а Нидели выбрали для Коу в очередной раз. Но в прошлой игре, скажем так, Нидели от Коу не была впечатлительной. Впечатлительной? Боже, ничего страшного. Мне даже понравилось, как это произнес. Впечатляющей. Как бы, early game он проиграл. Он не перефармил своего визу-визу в джангли. Поэтому я не считаю, что Коу использовал хотя бы 50% потенциала этого чемпиона. И отдавать его ему небольшая, скажем так, потеря. Но посмотрим, насколько это же потеря. Карма. Вполне вероятно, что мы ее увидим. От Рона Упи в очередной раз вместе в связке с Кейтлин. Команда Сайгун Джокерс может сейчас попытаться ее взять. Рома так же, как и Эш любит на этом турнире. Но вот Кейтлин как-то поприятнее видеть. Кстати говоря, все еще открыт Райс. И в этот раз Сайгун не делает предъед на нем. Ну, ты знаешь, как может еще произойти и Мартору. Он отлично играет на Кассиопеи. Также у Ролин Солы многие все блокируют. Ну, многие все блокируют. Это очень громко сказано и очень странно. Не по-русски не могу. Я в русский язык сегодня. И Мартору может сыграть и на Кассиопеи. Может потенциально сыграть на Урлин Соле. Если у него он готов, потому что ему нужно его катать. Он действительно ломает игры на этом Эйме. И не только на Эйме. До этого мы, собственно, это тоже видели. Да, но пока что у нас, мне кажется, команда Dark Passage будет сейчас брать Адекерри плюс Топлейнера. Скорее всего. Потому что у нас Джейс забанил. У нас из метовых остается, например, Рамбл Кеннен плюс Трандл Поппи. Вот, что-то из этого. Вопрос сказал, мы увидим сейчас вот Холли Феникса, потому что Кейтлин-то у него уже забрали. А, ну, кстати, у нас все еще открыта Зайра, да, которую можно взять, так как уже мы видим Карму. Скорее всего, это не будет Карма Мидлэйн. И они не будут, команда Сайгун-Жокерс, брать еще МФ-ку в ответку на Зайру. Поэтому вообще знаешь, по-моему, Карма Мидлэйн теряет свою актуальность, когда в мету приходят такие чемпионы, как Кассиопия, как Виктор, которые рады, наоборот, пофармить против своего оппонента. Да, она теряет свою актуальность, но тем не менее, когда у тебя в команде есть гиперадекери, например, такие, как Кейтлин, например, у тебя есть Тристана, Кагмаф, Вейн, Твич, такие персонажи могут просто в соус заточить игру, и, в принципе, Карма им просто поможет в этом. Эх. Ну, а МФ-ка поможет выиграть линию даже против такой неприятной связки, как Аша плюс Зайра. Все хотят отобрать у команды Dark Passage. Ну, это Казикс для Иджина. Вот сегодня мы только с Терм отмечали то, что Иджин невероятно механически отыгрывает, очень классно, что он любит играть на Ассасинах, такие, как Нидаль, такие, как Лисин, и хорошо на них себя показывают, и он берет Казикса в тот момент, когда заблокированы за, коллфы и Нидали уже взяты. Но, учитывая то, как играл Иджин в прошлой игре, то, как играл коллфы в прошлой игре, можно с уверенностью сказать, что у Иджина есть преимущество. Он может заходить во вражеский лес, или если там Нидали, знаешь, так, неожиданно зайдет в кустик, а там стоит Казикс уже готовый, и он ее так, клац-клац. Я не знаю, зачем сейчас Игоны рискнули. Взяв Казикса, если Коу, опять же, на Нидали будет себя демонстрировать так, как он демонстрировал себя на Заке, контролируя ситуацию вражеского и своего леса, то, я думаю, Казикс не сможет себя найти в этой игре. Еще и Экка взяли команду Dark Passage, что усложняет жизнь для Казикс, потому что загангать такую линию, как Ариана, такой, как Экка, очень сложно. Можно будет бить по Эшзайре? Ну, по прошлой игре можно полностью с уверенностью сказать, что Нидали у Коу не самое сильное, поэтому, в принципе, такие агрессивные пики, такие, скажем так, чизовые пики со стороны Сагон Джокерс могут сработать, потому что Коу не привык играть против такой команды. Это было видно. То есть он был не в тех местах, не в то время, и если против Казикса он сделает эту же ошибку, то есть 6-1-2 Казикс, как он, например, был в прошлой игре Алисин, это немножко другой герой, нежели наш монах, который бегал, пытался помогать своей команде, Казик просто будет сплитпушить и в какой-то момент будет 1-1 убивать любого чемпиона. Но ничего страшного. Посмотрим, что Сайгона возьмут себе на верхнюю линию, и это, возможно, Маукай для Роу, его любимый чемпион, на котором он уже себя показывал. Кажется, где-то я видел противостояние Эко против Маукая, и мне кажется, это не самый интересный матчап, что для одного, что для другого. На финалах континентальной лиги весной это был топовый матчап между Маукаем и Эко, потому что кто из них выигрывает, это вопрос. Тогда должен был Эко выигрывать, но все равно смурф на Маукая нормально отыграл. Ну, просто я не забил, митчик за 800, к сожалению, когда у меня было 4К в кармане. Эх. Эх. А так выигрывал еще четвертую игру, и потом полный был. Вы были близки, как никогда. So close and yet so far. Знаешь, вот сезоны бы позже вот так вот вошли бы в вице-чемпионство летнего сезона континентальной лиги. Вот играли бы вместо Vega Squadron на турнире. Intel Extreme Masters. Спасибо. Спасибо. Я тебя поддержал, Андрей. Поддержал. Эх. Ну, в любом случае, это мотивация. Зато я на StarLadder поиграл. Это дополнительная мотивация, чтобы ты скиллов наработал. Знаешь, я... А, ну, блин, Вега тоже там играет. Черт. Как-то даже все. Ты, наверное, самый опытный стрелок СНГ. Я даже не представляю, кто играет столько же, сколько и ты на позиции стрелка. Ну, я играю все сезоны, начиная с первого сезона StarLadder, поэтому... Наверное, да. Ну, так вот скромно. Ну, наверное, да. Все. Ну, просто все декери, которые, например, в первом сезоне StarLadder играли, они либо брали перерыв, либо сейчас уже не играют. Там тот же Dayruin, он... Ну, я говорю именно про тех, кто был, например, на ланах, то это был Dayruin, Vincent Vega и... Taurin. Taurin сейчас не играет, Dayruin сейчас тренер, Vincent Vega, он пропускал там один или два сезона, то есть... как-то так. Эх. Ну и сейчас главное не пропустить команде Saigon Jokers мяч у своего рота. Нельзя сейчас отдавать победу Dark Passage, чтобы они так легко проходили. Saigon навязали очень хорошую борьбу в предыдущей игре и потенциально могут проходить дальше по сетке. Да, но, кстати говоря, мне вот связка все-таки даже Saigon Jokers нравится больше. Заменили залпу и сколько экшен на карте. Коу, почти потерял свое здоровье. Роу его агрессивно атаковал. Holy Fenix сейчас разворачивается вместе с Рогу по Celebrity. Celebrity с Рону Пи сагрессивничали, сейчас развернулись обратно. Есть еще время, чтобы вернуться на базу и они это делают. Вот Holy Fenix хочет подойти близко, чтобы дать залп, но Celebrity с Рону Пи отошли очень далеко от вышки. Очень плохо, мне кажется, будет на верхней арене на данный момент, так как у нас Маукай стартанул W. Как мы знаем, W не самый полезный спелл и на линии против ВК будут определенные проблемы. Но зато попытались команда Сайгон забрать первую кровь в свою пользу. Коу оставили без скачка, Нидали без скачка на ранней стадии игры. Неизвестно, как себя продемонстрировать. Слишком уж можно скачать. Если не будет скачка у Нидали, Юджин может попытаться зайти и зачизить например на каком-то бафе Коу, и тогда у Нидали все будет очень-очень плохо. Но это опасно довольно-таки. Сейчас Warzone очень грамотно стал рядом со стенкой на том, чтобы выйти в самом последний момент, как будто Юджин мог стартануть с красного бафа. То есть вот такие тоже майнгеймы проводятся в лесных лагерях. Да, ну а пока у нас идут небольшие размины на нижнюю линию, так как мы знаем, что Карма очень хорошо работает против Зайры. Зайры будет испытывать... Воу! Warzone так-то поддавил Мартору, и Мартору остался на 30% здоровья, и нужно быть поосторожнее. Знаешь, вот мы с Лушоном разговаривали на эту тему, о том, как сейчас стоят самачапы на милейне. Он говорил о том, что если ты чуть-чуть неправильно сыграл, особенно против Кассиопеи, если ты пошел против него в трейд, тем более, за Ариану, когда ты не имеешь просто права идти против Кассиопеи, и нужно терпеть, то линия будет очень сильно в пользу вражеского милейнера. То есть Кассиопея сейчас может очень хорошо засноуболиться, потому что по миньонам она сейчас ведет, да и в принципе урона наносить она будет очень много, если Ариана будет подходить к миньонам. Там два клыка после кушки, просто нон-стопно и Мартору будет терять инстантно свое здоровье. Да и вообще, если не ошибаюсь, у любого персонажа против Арианы довольно-таки неплохой матчап, который сейчас в мете. То есть у того же Виктора все неплохо, он может ее убивать и в принципе сегодня у нас краун показывал против фейкера, он один на один у него выиграл матчап. То есть Ариана сейчас в очень хороших ругах может работать, но тем не менее очень трудно ей. Посмотрим, что из-за этого выйдет. Задача Арианы, как мы уже выяснили, просто дать стяжку, ударную волну. Самый нужный момент. И Джин попытался выйти на верхнюю линию, но там уже стоит тотем от Факси. Факси спокоен, Факси может дальше идти пушить свою линию. Это, если честно, большая проблема для Казикса. А вот Кова заходит на нижнюю линию, там есть Тринкет, но если сейчас он попадет копьем, можно попытаться и задайвить. Нет, уходит на Жабу, знает, что Казикс находится в верхней части карты. Эко поставил Тринкет, как раз очень грамотный, и Джин по нему прошелся. Но Пи даже перефлешивается, не жалеет, ускоряет себя щита, играет с решимостью, обездвижить Коу, и это потенциальное убийство. Даже Коу никак здесь не уйдет, и Селебрити оно достанется. Первая кровь все-таки достается к арме, но действия были очень интересны со стороны команды Dark Passage. Коу, братишка, зачем ты винтрейдишь? Ну, не знал, что находится Тринкет в тех кустах. Но там даже не то, чтобы Тринкет там Рону Пи хочет обездвижить поле Феникса. Под изнурением находится Еджин. Там еще и капканчик был на опережение поставлен Селебрити. Сетка 90-го калибра, два хэдшота подряд по Рогу, и Роги очень больно. Да, сейчас, к сожалению, команда Dark Passage снова проигрывает очень сильно раннюю стадию игры, и Еджин заходит, но тем не менее Коу уже здесь. Прочитал ситуацию, но Еджин все равно играет агрессивно, прыгает, играет по Коу, и умение было выдано, Мантра Кью не попадает от Рону Пи. Ускоряет Еджин за счет щита, и все, отходит. Факси уже без манны. Да, но пока на средней линии мы видим то, что им Артуру проседает уже на 10 миньонов примерно. Это очень плохо для Арианы. И учитывая то, что поддержки ждать нет куда, не дали не в самой выгодной ситуации, хоть она и впереди по миньонам и по уровню, но одно убийство отдала, и после этого как бы сделать что-то ей очень трудно. Еджин интересную стратегию сейчас придумал, но не факт, что она сработает, потому что Коу начинает бэкаться. На месте Еджина надо забирать со строк львов и возвращаться обратно себе на базу, но, к сожалению, не имеет того обзора, который есть у нас, у комментаторов, поэтому мы, как профессиональные диванные аналитики, можем себе позволить это сказать. Я на стульчике сижу, ничего не знаю про диван. Я не знал, как сказать стульчиков, а аналитики тоже как-то. Стульные. Что-то очень странно. Стульные. Ладно. Очень сильное преимущество по львову. Аналитика со стула. Я вспоминаю, как я на парах сидел и смотрел корейские корейские сезоны. И в этот момент рассказывал своим друзьям, что же там происходит. Я понял, я понял. Как хорошо ты учишься в университете. Я учусь очень хорошо, но просто если это лекция, то... Да-да-да, рассказывай, рассказывай. Я знаю что-то наперед. Я учусь очень интенсивно. И когда мне начинают по второму кругу рассказывать одну и ту же информацию, я начинаю немножко залипать. И корейские сезоны как раз исправляют эту ситуацию. Сейчас Кола заходит на нижнюю линию, но Карма скейтинг стоит под своей вышкой и не факт, что дайв удастся. Уколи феникс 4 уровень. Очень странное решение от Кола, так как он видел, что его нижняя линия запушена и зачем идти сюда, ну, я не понимаю. То есть, там есть, как бы, Карма с щитом, если что, она поможет Кейтлину идти, у Кейтлин с Ешкой. Он просто пришел, забрал немного экспириенции у своих дружков и обездвиживается с естественного наступления Факси и Факси будет еще продолжать драться. Есть и крана брейк. Если успеет вовремя среагировать, то все будет очень хорошо. Он драться против Мука ему очень сложно. Купил себе и темную печать после вредоносного зелия. Кстати говоря, Еджин пошел сразу же в Тиамат. Очень интересно, выбор. На Кейтлин у него есть еще варианты. На Кейтлин. Ну знаешь, в таком случае придется заканчивать лесную итем. А лесную итем, как правило, не заканчивают и собирать Аматы. Во-первых, фармить позволяет, во-вторых, там и драться тоже. Ему был бы намного лучше, мне кажется, в плане попытаться один на один там Коу переиграть. С Аматом, да, ты будешь фармить быстрее, но тем не менее, ты все равно не будешь фармить быстрее Нидали. Ну, так если рассматривать, то быстрее Нидали, хотя в патче 6.21 после того, как и Кью и В подняли по кулдауну, стало очень сложно за нее, если честно, играть. И плюс сцеление ей порезали. Поэтому не все так хорошо. Еще раз обращаю внимание, ваши дорогие друзья, что игры происходит на патче 6.21, а чемпионат мира происходил на патче 6.18. Может быть, я ошибаюсь, но скорее всего, это точная инфа. Но это не точно. Спасибо за твою точную информацию. Вот. Но пока у нас все затихло немного, Еджин пытается немного забирать в вражеские кемпы. Тем временем Ко дает синий баф и Мартуру, и Мартуру немного проседает по миньонам, но тем не менее, у него все неплохо. Знаешь, что я хотелось бы отметить тоже? Еджин, он четко чувствует тайминги. То есть, мы видели его сегодняшние ганги на третьем левеле, когда он заходил на нижнюю линию, четко в тот момент, когда оппонент шел ставить вар. Сейчас Еджин показывает очень хороший тайминг в том плане, что на синим бафе он почувствовал ситуацию и Рогу обездвижил Еджина. Еджин находится под изнурением. Копье от Коа попадает по дракон, дракон начинает бить Еджина, но не добьет. Неплохая попытка была от Рогу, но тем не менее, поддержки никакой не было. У Аши не было шестого уровня и Холли Феникс даже не пытался играть по Еджину и просто отпустил его. В итоге произошел размен скачками и еще изнурение использовал Морок. Тору ставит чит на себя Варзон, ударная волна от Арианы. Коу должен попадать копьем, да, он это делает Варзон, не удалось от него уклониться, но он отфлэшивается и за счет призрака упегает. Коу, копье, мимо, параллельная коэргенция сработала по Роу и Факсы начинают уже выигрывать ту туель ту битву титанов. Да, но пока мне кажется, что естественно наступление прямо через стену, когда прыгал Коу, вихрь отомщения включен, раздамажился, но Коу не почувствовал особо много урона от Мокая. Это в принципе не тот чемпион, чтобы дамажить для Роу. Кстати, сейчас наступает опасная ситуация на нижней линии, так как у Аши есть шестой уровень, у Зайры есть шестой уровень и если попадает либо руты от Зайры, либо стрела от Аши, там скорее всего минус один. Ну, посмотрим, что у нас из этого выйдет. До конца не ясно. Эко купил уже себе Сияние, есть Рубиновый Кристалл и предположительно это будет Эко через тройственный стойоз. Да и в принципе я думаю, это наиболее вагонный вариант нет смысла идти в перчатку, когда ты играешь против Мокая, особенно если ты собираешь спидпушку. У тебя с другой стороны танков-то никаких нету в Dark Passage, возможно мы увидим им перчатку. В смысле нету? Ну, кто у Dark Passage может танковать сейчас? Коу будет танковать? Ты что? Ты что, не помнишь прошлую игру? Танка Нидали? Знаешь, это не такой полноценный танк. Вот есть полноценные танки, которые полностью направлены на блокировку урона. У Коу просто душа. Вот у него душа танка. Вот он хочет. Он не может по-другому. Не зря он на Заке играет. Ну вот. Знаешь, играет на Нидали, а как бы в душе Зак. Смотри, эфемерный в сполах он уже себе купил. Эфирный в сполах, прошу прощения. И купил себе усиливающий фолиант. Потенциально это может быть Лич Бейн. Да-да. На танк не похоже. Ага-ага. На средней линии ситуация сравнялась. Сейчас Ариана против Ксепия стоит ровная. Большое давление было от Коу на среднюю линию. Варзон начал играть менее агрессивно. А вот Коу стоит нижняя часть кустов. Кэтлин сейчас выходит. И потенциально, если Карма бы не успела подбежать... Да нет, успеет. Тут при любом высоте. Скорее всего просто вышку попытаются забрать команду Dark Passage. Да, что они делают. Это очень умный и правильный ход. Забрать никого они не могли бы. Даже если бы Holy Phoenix попытался попасть стрелой, то Celebrity бы использовал свое Е умение, либо просто использовал бы скачок и ушел бы от стрелы. Сейчас есть несколько вариантов. Либо реализовывать Казикса и идти на нижнюю линию, либо отступать. Но отступать нет смысла. Стрела морозная поймала Еджина. Еджин хотел выпрыгнуть, но не получилось. Цепки корня от Заяра до него не дотянулись. Еджин уходит. Еще даже используется ультимейт на всякий случай, потому что уже у него нету скачка. Лучше уж увеличить дистанцию от своего оппонента. Да, но команда оба попадут. Там идет телепортация. Решимость от Карма. Бездвижен Рогу. Идет телепорт. Теперь и Атека. Цепки и корни. Никого не подбрасывает. Еджин дает свое умение по Ку-ку. Выпрыгивает из ганг. Попадает копьем по Рону-Пи. Рону-Пи очень мало здоровья. Сам себя шилдует. Тем временем параллельно к Рогенцу Экка не попадает Роу. Факси начинает бить Роу и забирает себе убийство. Холли Феникс также продолжал атаковать, но не получилось. Теперь приключились на Еджина. Еджин на очень низком уровне здоровья. Холли Феникс играет с флеша, но и с целью не сработала селебрити. И начинаются невероятные сражения на нижней линии. А был бы Йому. А? А вот был бы Лисин, они бы пошли на нижнюю линию играть против трех игроков. А вот танковать-то и не было. Да зачем тут танковать? Некому было. Смотри, там Карма, Кейтлин. Маукай влетел, протанковал, как Царюга. Но не вышло. Команды не было. Команды не поддержало, как бы. Смотри, он после Тиамата у него сейчас есть боевой молот Кулдфилд. Возможно? Возможно. Это будет Йому. После Тиамата. Нет, скорее всего, это будет Кливер. Кливер, да. Черный Секир. Интересная вариация. Посмотрим, что из этого выйдет. Мое любимое выражение. Посмотрим, что из этого выйдет. Буду знать. Да. Я очень часто его произношу, потому что оно мне очень нравится. Вносит неопределенную определенность в этот матч. А еще я люблю Колумбу. Ну, это уже так. В тот момент пока нужно поддерживать экшн-игры. Коу поставил тотем. Сейчас видящее будет сбривать. А вот Рома Упи вместе с Селебрити будут возвращаться в кустах. Недали их не сможет догнать. Вышка 100% будет забрана сейчас в пользу команды Dark Passage. Я не вижу вариантов, чтобы они отступали. Да потом еще и на Горного Дракона можно пойти. Потому что карма очень далеко. Казик с тем временем фармит синий баф команды Dark Passage. И Сайгоны немножечко проиграли в этом моменте. Нет, Драконы не решили сделать, кстати. Да, но тем не менее они просто вернутся на базу, закупятся. Скорее всего у Холли Феникса уже есть зеочек и возможно еще что-то. Посмотрим. Он же буквально после следующего бэка выйдет. А, уже есть руган урона Ана. Все очень неплохо у Холли Феникса. Немного не хватает урона, так как он закупился самым лучшим мячом а всего лишь киркой. Это плохо. Но терпимо. Хочет обездвижить Мартору. Джин сразу у него напрыгивает. И Мартору выдустяшку. На цепке корни от Зайры были выданы. Еджин забирает еще и Зайру. Размен 2. Была бы старая пассивка Зайра сейчас под конец плюнула в Казикса. Лови. А почему бы и нет? Так уже нету пассивки. Вот почему нет. А это уже слишком секретная информация. Холли Феникс приобрел себе урога Андруна и на нижней линии будет защищать миньоны в 2 раза быстрее. Селебрица с Варзоном будут втутковать вышку на центральной линии и Сайгоны могут сейчас заработать свой первый главный объект. Но нет. Не дотянули чуть-чуть. Хотя следующим паком могли и продолжить. Но Кейтлин вообще двигаться на нижней линии. Сайгона нужно просто затягивать игру. У них очень неплохой сетап в поздней стадии игры. У них есть Кассиопия, у них есть Кейтлин. Ну и в принципе Малукай в поздней стадии игры просто неубиваемый я бы сказал камень, но он дерево. Поэтому знаешь, как в цивилизации дерево превращается в камень. Орудия становятся абсолютно новыми. Сори, сори. Я не играл в цивилизацию. Ой, ой, стрела прилетела по Роу. Его сейчас явно будут сжимать. Факси ультует. Хронобрейк был в Вейтенкоу. Танкует вышку, но все равно отходит. Малукай уходит в минус. Ну да, Малукай ушел в минус. Но тем временем Сайгон Джокер забрали Дракона. Это очень неплохой размен. Единственное, что они могут потерять вышку на верхней линии, но в это время очень неплохие ротации сделают Сайгон Джокерс. Да, они забирают Дракона, забирают вышку Т1 на средней линии, забирают еще вышку, скорее всего, на нижней линии. Не знаю, если обрети успеет или нет, пока Факс не придет, но Факси даже тут не собирается. Отлично. Все пока разворачивается для команды Сайгон Джокерс. Малукай умер. Команда победила. Как же Дарк Песседж переигрывает своих оппонентов? Вышку на вышку они разменивают, либо какое-то убийство они разменивают на объект и, в принципе, отыгрывают они очень грамотно. Но сейчас Сайгон теряет свой Т2 за ту Т1, которую они забрали на нижней линии. Это мега невыгодно. Теперь Роу. Хотел выйти на защиту, но не получилось. Команда находится очень далеко и команда Дарк Песседж очень классно отыгрывает. Да, они разменяли две вышки на верхней линии на вышку на нижней Т1 и вышку на средней линии тоже Т1, но... Я бы не сказал, что это прям вот суперразмен для Дарк Песседж. Они отдали три объекта в размен на два объекта и один килл. То есть, это спорный момент. Вот верхняя линия практически зачищена, там осталось Т3. Допустим, если вы взяли барон на Шора в выгодной ситуации, вы можете попытаться уже быстро очень закончить игру. На Шор нам осталось еще несколько минут, а пока вот Герольд бездны мучили призыватели. На чемпионате мира не так много брали Герольдов, то есть команды не прилетели этот объект и... сейчас Сайгон Джокерс сделает его и в принципе для Казикс это неплохой вариант. Иджин почти встрял, цепки корня были выданы слишком поздно, душащие тернии от Зайры также были выданы слишком поздно. Коу играет по Селебрити, Лебрити его флешится, Рону Пи также вышел после стрелы Холи Феникса, Иджин опрагивает на Холи Феникса мгновенно его забирает. Сколько же урона пролетело? Двойное убийство для Казикса еще становится 6-3 копьё от Нидали Селебрити! Знаешь, сколько урона? Сколько? Много! Спасибо большое у ее очередную копью от Нидали по Роу сейчас будет его закрывать параллельная эквергенция пролетела. Факси начинает играть по Роу колонн его на праге и Троу явно здесь никак не уходящий срабатывает пассивно у меня ЭК. Минус Маукай и счет становится 5-6. Фарзон неужели будут продолжать агрессию и размен между Нидали и Казиксом получился ровный. Идет стяжка от Ирианы ровно каменяющий взгляд от Касси Апеева от месток и Мартору побеждает в этой дуэли. Минус 4 игрока у команды Сайгун Джокерс. А у команды Дарк Пассаж умерла только Зайра и получается Нидали, да? А нет, еще Холли Феникс точно. В итоге размен 3-4 все неплохо для команды Дарк Пассаж. Ну и знаешь, Сайгун-то не особо сильно отсталил. У них есть еще возможность себя продемонстрировать. Казикс играет 4-1-2. Оу! Ой, Ронопи Ронопи умер. Зачем? Лишь через смерть мы получаем знания. Окей. Без проблем. Ладно. Да. Ну, возвращаясь все-таки к игре. 1-3-2 Маукай явно не удовлетворяет сейчас потребность команды Сайгун Джокерс. С одной стороны он может принимать большое количество урона, с другой стороны 3-0-1 ЭКО с тройственным союзом и нагибает очень сложно. Тут уже все очень трудно будет для Маукайя на какой-то боковой линии, потому что ЭКО 1-1 его просто уничтожит. И Нидали собрала себе перчатку. Ну, я же говорил как бы... Ой-ой, Еджин. Боже, больше всего урона, да. Душа-четерни были выданы, Еджин их отблокировал. Рогу на очень низком уровне здоровья и вот Казикс поплатился за свою агрессию. Ронно Пи под замедлением с перчатки Нидали. И в итоге Эфирный из полых ушел в джангл предмет. А я думал, мало ли вдруг мы увидим именно такую ситуацию. Посмотрим, что из этого выйдет в дальнейшем. 21-ая минута игры. Это один вышка внешнего команды. Сайгун Джокерс падает. Главный козырь полетел, попадает по холле Фениксу. У холле Феникса чуть меньше половины здоровья. Шарик Экатериана поставлен на ситуацию, если Сайгона вдруг начнут резко инициировать и чтобы их прервать. Опасно. ДП очень неплохо играет. То есть они понимают, что ранняя стадия игры у них не так сильна, как у Сайгун Джокерс. Чисто из-за того, что, к сожалению, Лесник Еджин переигрывает своего Визави. Но, тем не менее, они не отчаиваются. Они играют лучше, чем команда. Факси. Теомат. Факси потерял уже больше половины здоровья. Еджин не может продолжать. Не сваншотил своего оппонента и оппонент убегает. Все достаточно просто. Infinity Age. Грань бесконечности появляется у Эш. На 22-й минуте иметь на голенике Берсерка, Ураган, Рунуан и Грань бесконечности это очень классно. Ну, неплохие тайминги, да, но, тем не менее, по счету Холле Феникса и по его добитым миньоном не скажешь, что он прям вот впереди. Это, скорее всего, именно из-за четырех лучших, которые есть у команды Dark Passage. Ну, знаешь, за это же поскладывается такая ситуация, что ой, 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 Рок, кто умер от Еджина. А вот так нельзя ходить к команде Dark Passage, иначе этот Казик будет просто бегать по вражескому лесу, убивать кого-то один на один и уходить дальше. У него есть Героль Бездны, у него есть уже ну, хотя бы Варьер готовый. А так у него просто много очень уродов. Я хотел сказать, что у него уже там Гидра готова, но, к сожалению, ни Гидры, ни Йому, ни Бак Ливера, ничего еще не готово. Очень близко, в завершение. Он всего понемногу купил. Он, знаешь, как гурман сначала пробует всего понемногу, а потом варит суп. Еджина прыгивает на и Мартор, и Мартор Слар задает флэш и себя шелдует. Коупл рядом. Сложно играть против такого Казикс, который неожиданно на тебя напрыгивает, и ты теряешь уже больше половины своего здоровья. Еджин теперь переключили стену в логово. Дракон начинает забирать объект свою пользу. Но нет. Экстребленная разведка была выдана от Эш. На то, чтобы проверить, что делает команда Сайгона, есть ли возможность состелить. Нет. Ее, к сожалению, уже нет. Два дракона в пользу Сайгонов и ноль у ДП. В лейтгейме это может очень сильно завершать, потому что преимущество 2000 на 23-й минуте не такое уж и проблематичное. Да, не проблематично, но самое главное то, у кого эти 2000, то есть 2000 это у нас и у Эка. А эти два персонажа это доставляет очень много проблем и с ними нужно будет считаться. Особенно с Арианой. Я послушал звук Смайта и звуковые эффекты в Лиге Легенд настолько классно проработаны, что ты что я выключаю звук когда играю, да. В принципе, все обилки можно услышать. Тоже самое с очко неизбежно, в основном понимаешь, потому что слышишь щелчок от Барда. Копьё от Нидли когда тоже проходит. Все звуковые эффекты прям очень четко проработаны. Это крайне редко встречается в играх, за что мне и понравилась Лига Легенд в частности. Такая проработка до мелочей это очень классно. Кстати, в Костанке тоже проработан звуковой эффект, когда ты карту уволишь на карту, вообще просто Коу слыша играет по Варзону, Варзон выфлэшивается от стрелы, хотя он вроде под нее не попадал, но все равно решил отойти от Коу. Коу не попал копьем, Еджин сдвигается к своей команде, можно сейчас сыграть по Эджин, включает пресс-чинкленок Юому, Холли Феникс сразу отбегает к Мортору. Слишком опасно. Там еще и Рогу, а вот теперь Холли Феникс может развернуть ситуацию в свой поезд. К сожалению, стрелы у Эдж не было, чтобы сыграть по Казикс, поэтому Казикс так и наглел. Копьё от Нидли, рут от Зайры не сработало. Ну а тем временем Факси делает свое грязное дело, Малкай против него на линии ничего сделать не может. Сейчас, кстати, Рогу делает телепорт, он пытается зайти сзади, но... А кто им поможет-то? Холли Феникс может сейчас получить главный козыр на себя, но у него получает Рогу, Рогу сразу его фокусирует, Рогу теряет свое здоровье, выфлешивается из ситуации, длинной ключ атака зацепил Рогу, Рогу выфлешивается уже на этот раз, Казикс припрыгивает через стену, но его все равно забрали, Копьё от Нидли проходит мимо, он не угадал, куда пойдет Warzone, Хронобрейк Атека, Серебрити начинает стрелять, Капкан поставлен на защиту, чтобы на него не напрягнули, Коу, Факси и Мартору очень хорошо отыграли. Сейчас это ситуация, Рону Пинни упадает внутренним пламени, решимость тоже никого не обездвиживает, сейчас и Нибаф неизвестно кому-то встанется, и Роу уклоняется, Копьё параллельник эргенции Атека была выдана. Времной ключ, Копьё влетело Атека, но будет ли играть Коу дальше, очень опасно, Копьё, Роу уходит на миньоны с помощью неестественного наступления, 26-ая минута игры, счёт становится 10-9, 4000 преимуществ в пользу ДП, ну и вышки Сайгоны теряют буквально ни за что, даже не успев толком подраться. Да, Сайгоны попытались развернуть ситуацию, использовал свой телепорт Роу, попытался зайти в спину, но до драки уже Рону Пи потерял 90% своего здоровья, и он просто не мог участвовать в этой драке, и в итоге, можно сказать, было это 4 на 5, поэтому не знаю, что нужно сделать с Сайгоном вот прям такого, чтобы затащить. Единственный вариант для них, мне кажется, это попытаться задефать свои Т3 вышки, то есть у них есть Кейтлин, у них есть Кассиопея, то есть поставил ловушки, если там подходит вражеская команда, кинул Миазму, и в принципе, ты можешь защищаться на своей базе, даже против ворона на Шора. Факси бежит дальше за Иджином, но Миазма его остановит, Иджима спасли, но Казикс как и наносит, много урона, так и получает очень много урона, есть у него призрачный клинок Йому, который он уже несколько раз использовал, как у меня сейчас говорят Кассиопеи, играет Бакууу, главный козырь полетел, но принимает на себя удар Факси, использует Хронобрейк, Иджин сразу прыгает за ним, но у него меньше половины здоровья, стрела Атэш прилетает по нему, Рону Пи сразу снимает контроль своего союзника с помощью горного Микаэля, горнила Микаэля, ну и драка на этом закончена, 27 минута игры, и сейчас Кейтин будет получать еще дополнительный фарм, что явно не входит в планы команды Дарк Пес, сейчас Иджин сыграл очень красиво и за это поплатился, а вот так нельзя делать, когда ты знаешь, что у тебя нету там тотемов, ты не видишь, где вся вражеская команда, возможно ты увидел одного вражеского чемпиона, но за ним может быть еще трое, и Иджину, так как играть нельзя, он должен играть более сдержанно, он должен прям выискивать моменты, когда он может сыграть по кому-то и убить, только тогда у них будет возможность выиграть. Барзона в очень низком уровне здоровья, сейчас команда Дарк Пес сгруппировалась недалеко от Баронна Шор, неужели они будут брать именно этот объект, щит от Арианы вешается на року, есть тотем у команды Сайгун Джокерс на то, чтобы контролировать эту ситуацию, но команда Дарк Пес, независимо от того количества обзоров, которое имеется у Сайгун Джокерс, начинает делать Баронна Шор 5000 здоровья, но Иджина нету, нет возможности состелить, если только не внутреннее пламя кармы и автоатаки Кейтлин, нет, не получается, недалеко достается Баронна Шор и команде Дарк Пес, Сил. Да, ну и сейчас Дарк Пес, должны идти по, я бы сказал, по верхней линии, так как у них есть Эко на сплитпуш, они могут посылать его, например, на нижнюю линию, тогда просто разрыв между командами будет очень велик, и кого-то придется отсылать против Эко, Маука его против, один на один против него сделать ничего не сможет, и Факси спокойно тогда заберет вышку, и Сайгона придется отправлять как минимум двух человек, а тем временем ДП могут ее поймали в Варзону в цепке корни, ну и ко мне сейчас взгляд разворот вместе с внутренним пламенем кармы после мантры, Варзона ускорили щитком, и Зайра оказалась мертва, Холли Феникс быстро защищает миньонов, переключается на карму, Ежин опрыгивает, и Мартура потерял практически все свое здоровье, карма также уходит минус, Ежин получает тресет прыжка, и Мартура ультует, но Ежин грамотно доджет и уклоняется от своего от своего оппонента и скиллшота. Да и продолжается у нас драка, Роу попытался... Неужели по Роу главный козырь может сейчас забрать и Мартуру, но его принимают снова Факция, Факция оказывается очень вовремя для своей команды, Роу переключается на Коу, у него есть ангел-хранитель, а то чтобы пережить всю ситуацию, вихрь тамщения был использован, Селебрит начинает атаковать Факция, который на него напрыгнул, и после ангел-хранителя Роу имеет большое количество здоровья, но все равно его забрали очень быстро, хотя у Тича изменена не получилось. Проблема к Роу генции, Селебрит сейчас может и подстрять, нет, не получилось, но Факция на него напрыгивает, использует хронобрейк и Казикс это уничтожили. Сейчас в ДПС играли очень круто и Факция играл на лимитах, прямо вот на краешке всех возможностей, на стрие ножа. И вышка на средней линии падает. Да, в итоге разменялись 2 в 4, да, 2 в 4. Не самый лучший размен для команды Тарк Пассаж, так как у них есть бомб барона на Шора, у них 6000 преимущества и такие размены все-таки в пользу Сайгун Джокерс, так как они затягивают игру, а так как у них есть Кейтлин и Кассиопея, для них это в пользу, но я думаю, Дарк Пассаж сами это понимает, больше они таких ошибок совершать не будут, они не будут подставляться все больше и спокойно доведут эту игру до логического конца. И Рогу зацепили в Арзоне вместе с Факси, в Арзоне был подброшен с цепких корней Зайры и Душащих Терний и на этом все закончилось. Теперь Факси еще ведет минимум с бафом барона по нижней линии, Холи Феникс идет по верхней и связка 1-3-1 в действии, но неожиданно, что Холи Феникса не отправили. Холи Фениксу нужен, нужны предметы все еще. Еджин против Коу, Коу-то еще и выигрывает дуэль, Еджин не стал драться до самого конца, ледяная стрела припадает по Еджину, его обездвиживают, оглушили, щелдует его карма, Копьет Нидли не долетела. Теперь у Факси, Нижний Ленин забрал уже вышку, Факси просто не чувствует это дерево и идет до конца по ингибитору и в принципе Роу ему ничего сделать не сможет. У Роу даже, знаешь, нет никакой там перчатки или что-то в этом роде, чтобы хоть как бы убивать. Роу с естественным наступлением его обездвиживает. Факси использует хронобрейк на то, чтобы добить ингибитор. Получится или нет, вроде не должно прыгать на меню на самый последний момент с фазового скачка и Маукай забирает убийство в свою пользу 24-4. Да, Факси умер, но тем не менее его, как я уже говорил, для того, чтобы его остановить одного Маукай недостаточно, придется отсылать кого-то еще, а тем временем команда Dark Passage просто забрала всю верхнюю линию и сейчас для них не составит проблем. Тут Маукай, Феникс находится в мисс позиции, но он начинает фокусировать именно Роу. Роу, беги. Варсуан ускоряется с призрака, скачок также у него был использован, шар от Рианы был поставлен и Жин фокусирует Коу. Селебрити также поддерживает инициацию своего союзника, переключились на Нидоли, Селебрити не дотягивается своими автоатаками, сейчас на Холи Феникса напрыгивает Еджин, но контроль практически словил, Казикс не получилось, Коу начинает играть в убегалке, не получается, двойное убийство достается Казикс. Загуляли немного Коу и Холи Феникс, если не ошибаюсь, Холи Феникс должен был уходить, он прям был почти возле трибуши на верхней линии, но почему-то он решил остаться вместе с Коу, забрать красный баф, когда тебя закрывают четыре человека. Это не то, решение, которое ты должен принимать в такой ситуации, и еще он попытался сыграть, знаешь, как там сегодня играл например в Бенки, если не ошибаюсь, в какой-то ситуации, в полуфинале играл Пурей на Аше, на лимитах, прям вот там, пил-пал. Но не выше в Холи Феникса это сделать. Команда Сегуан Джокерс начинает делать драку, но тем временем Роу напрыгивает на Рогу, душачи терни подбросили Моука, но Моукай слишком застанкован. Теперь у Факси слишком большое количество здоровья, на то, чтобы Сегуаны продолжали драться сейчас в этой ситуации. Нужно отступать, но вот команда Dark Passage может сейчас предпринять несколько действий, идти по мид-лейну, или же просто пока пофармить свой лес, например, Рэш нужно идти за красным бафом. Собственно, что надо делать? Скорее всего, им просто нужно отправить Факси на верхнюю линию, чтобы он дотолкал эту линию прям до Т4, после этого он будет просто надоедать вражеской команде, ставить свою параллельную конвергенцию, там, пытаться как-то зайти сбоку, либо сзади вражеской команды, и тем самым он будет их оттягивать, например, на нижнюю линию, а его команда будет забирать вышку Т3 по средней линии. Возможно, но это слишком уж возможно нагло со стороны Дарк Пэйсов будет Роу, прям по рачински я это видел. Мясо мгновенно сдук лыков его забрали. Главный козырь идет по Холи Фениксу, в этот раз он достиг своей цели и Нидали мгновенно исцелила своего союзника. Холи Феникс начинает атаковать, стрелка закончилась, Роу агрессивно пошел, но сейчас разворот АТ, Холи Феникс на него напрыгивает Еджин, стяжка Торианы, ударная волна добрала двоих, 34 минуты игры. Команда Сайгун Джокер сейчас просто смещается на нижнюю линию, потому что они знают, где находится Эко. Нужно пытаться защитить свой ингибитор. Еджин отпрыгивает от Эмар Тору, а вот Факси сделал свое грязное дело, забрал ингибитор на нижней линии. Эмар Тор тем временем защищает капканы на средней линии. Факси держится один против троих, использует свой скачок и выходит из сложной ситуации. Забрал ингибитор, вывел на себя внимание и ушел. Да, немного неправильное решение мне все-таки, думаю, приняли команда Dark Passage, потому что они потеряли одного человека, они попытались подраться, но это того не стоило, они могли спокойно забирать пышку либо ингибитора и не подставляясь. Они просто сами для себя затягивают игру, которую они могли уже выиграть и если команда Сайгун Джокер сделает сейчас правильное движение команды, то они еще могут камбэкнуться. Камбэки еще никто не отменял. Ну и Сайгонам явно не хочется отдавать вторую игру, где они играли очень близко к своему оппоненту. Хотя Dark Passage все равно в макроигре оказывали сильнее и забирали объекты в наиболее выгодных ситуациях. Да, в первой игре я бы сказал, что Сайгун Джокер были прям очень близки к тому, чтобы ее закончить еще до лейтгейма, но не вышло. Второй барон для команды Dark Passage, но они его прервали из-за того, что Сайгона подошли слишком близко. Есть еще возможность команды Сайгон, тем более Коу на очень низком уровне здоровья. Сейчас бы главный козырь Кэтлин залетел по Нидли, в таком случае казалось бы Нидли мертва. Роу побежал вперед под щитом Кармос, фокусировал Факси. Главный козырь прилетает по холле Феникса. Нет, Факси в очередной раз словил выстрел от Кэтлин в свою сторону. Айн Мартору будет доставаться синий баф. Причем вражеский, что тоже невероятно приятно. Неужели будет очередная попытка сейчас команды Dark Passage? Просто главное зачистить ворды, возможно обмануть своего оппонента, но нет, Холли Феникс вместе с Рогу и Коу начинает делать барон на шоу, сразу ставит тотем Кармы. Казикс поджидает верхний кустах, Иджин использовал Оракона, чтобы проверить наличие вордов. Вордов не оказалось, Иджин поджидает моменты. как раз находятся в отличной позиции, чтобы сыграть по фронтлейну команды Dark Passage. Точнее, по бэклайну команды Dark Passage. Да, но тем не менее команды Dark Passage недостаточно еще тотемов розовых, для того, чтобы забирать этого барона на шора. И у них только один в самом логове барона на шора. А этого недостаточно. Поэтому... Ой-ой-ой, Иджин ультует, но не выходит. Не вышло. В принципе, хотелось бы отметить, что это полностью AD KZX, без каких-либо DEV сатом. Но KZX, мне кажется, почти никогда не собирается. Единственное, что он может под конец собрать, например, Ангел-Хранитель себе, чтобы просто там умирать, еще раз воскрешаться, еще раз умирать. Ну, знаешь, допустим, вместо клевера многие собирают брали мертвеца, ту же самую на KZX, чтобы получить как раз и защиту, дополнительный арморчик. Но Еджин так не думается. Ну, у него задача действительно пытаться влететь и максимально ваншотить Холи Феникс, потому что Холи Феникс позиционирует себя в драках. Неплохо. Ой-ой-ой. Ко мне сейчас гадкость АП был выдан. Скачок и призрак были использованы. Рон ОП под фокусом от Холи Феникс. Средоточная стрелка закончилась. Еджин поджидает момент. Если бена разведка была выдана, знаю, где находится Казикс. Казикс выпрыгнул. Сейчас будут его еще и закрывать и у Казикса могут возникнуть проблемы, если он не обманет своих оппонентов. Использовал ультимой, чтобы грамотно отойти, но Рогу его обнаружил. Сейчас перепрыгнул через стену и уходит. Пока все у него складывается неплохо, но сейчас он будет встречаться с Факси. Факси его никак не поймал. Еджин ушел. АКО тем временем не теряет ни минутки и начинает делать барон на Шоро вместе с Холи Фениксом. Отменяется, идет телепорт от Моукай. Еджин дерется с Факси. Факси почувствовал, что... Роу сыграл по иму Артору и идет главный козырь. Артору принял его на себя. Роу под фокусом от Холи Феникс. Средоточная стрелка бьет очень больный и даже станкованный Моукай не в плане регулярно, ность по нему урон. А то даже до нее добраться, бедняка, не может. И Мартору получает убийство против Моукай. Да, еще и у команды Dark Passage есть Морелла и Марторы и Глашатой Смерти у Холи Феникса, поэтому... Там миньончики на нижней линии Сайгона. Вам нужно бэккаться и защищать свою Т4-мышку. Но с другой стороны там барон на Шоро, поэтому его тоже отдавать нельзя. Еджин. Нет, его придется отдать, потому что... Копье не полетело. Еджин, ставил стрелок. Приграет игру. Эш, и вот это проблемная ситуация. Кэть начинает настреливать. Коу был близок к тому, чтобы умереть. Ко мне еще взгляд срабатывает по Факси. Варзон вместе с Кармой срывает в стяжку Ариана. Ударная волна и Холи Феникс сделали свое дело. Двойного убийства достается Ариане. И это Эйс позе команды Dark Passage. Они сейчас могут идти по средней линии. И это... Гудгейм, вэлплэйт. Да, там еще и Эка будет бить... А хотя там ингибитор восстановился. Но они все равно успеют. Там слишком большие таймеры смерти. И сейчас уже защищает миньончиков в Т4-вышка. Они собираются пить. Будет открыто. Ну да, добили ингибитор. Мгновенно забрали первую Т4-вышку. Переключились на вторую. И команда Dark Passage со счетом 2-0 выигрывает эту серию. Проходит следующий этап Intel Extreme Masters 11-го сезона и отправляется в Каен. На Каене почитанеру. Знаешь, судя по лицам Dark Passage, как будто они проиграли. Но я бы не сказал, что это было прям вот супер победа с их стороны. Ранее в стадии игры они проиграли. Коу не сделал того, что должно делать Нидари. Он не прессерил вражеского джанглера. Он не перефармливал. Прям вот супер. То есть я думаю, что отдавать Нидари Коу все другие команды могут. Так как по сути он на ней делает ничего. Главное не отдавать Зака. Потому что на Заке он был действительно очень хорош. Ну и подводя итоги сегодняшнего дня, Dark Passage проходит дальше. Правляется в сетку лузеров. Но следующего этапа у нас команда Saigon Jokers. А вот с кем играть будут Saigon'ы завтра? Мы как раз это определим. Vega Squadron или Rampage. Кто же из них окажется сильнее? Потом между Saigon'ами и победителем первой сетки лузеров. Первого столбца лузеров. Назовем это так. Это получается Vega Rampage, потом победители играют с Dark Passage и потом уже... Нет, Dark Passage уже прошли. То есть про них можно уже западить до следующего до Каяна. Это Double Elimination. В принципе, я просто пытаюсь максимально просто это объяснить, но не получается. В общем, завтра вас ожидает матч между командами Vega Squadron и Rampage. Vega Squadron и Rampage кто выигрывает проиграет Saigon'ами. Проиграет? Может, проходит Vega, выигрывает Saigon'ов и отправляется в Каян вместе с победителем сегодняшнего дня Dark Passage. Было бы неплохо? Было бы очень неплохо. Мы будем болеть за Vega Squadron. Возможно, против Saigon'ов им было некомфортно играть. Посмотрим, как они покажут себя против японцев и в последующем возможно против вьетнамцев отомстят. Надеюсь, они не повторят наши ошибки против японцев. Возможно. Но вот Vega зато набирается опыта на международном турнире Intel Extreme Masters. Спасибо, дорогие друзья, что весь день были с нами. Сегодня для вас комментировали я, Михаил Спейсмалышев, также Игорь Атремен Сроткевич, который покинул нас перед PO2 серией и к нам присоединился Андрей Бульбазавр-Солхов. Спасибо и тебе, Андрей, спасибо Атеру, спасибо всем вам, дорогие зрители и, конечно же, технической команде. До завтрашнего дня, уважаемые зрители. Всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok